К сожалению, сегодня в мирное время многие теряют близких. Порой эти жертвы бывают совсем нелепыми, случайными. Кажется, иногда еще бы одна секунда, и все могло бы быть иначе. Накануне, в День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, по главным улицам города прошел автопробег. Колонна из автомобилей и мотоциклов черного цвета проследовала к гарнизонному Свято-Николаевскому храму, чтобы вспомнить тех, кто погиб под колесами машин. С начала 2013 года количество жертв ДТП на территории Брестской области составило 105 человек, 13 из которых в городе Бресте. Эти цифры заставляют задуматься и напоминают о том, что жизнь одна, и как важно создавать безопасные условия безопасного дорожного движения для всех людей. Я уже 15 лет на мотоцикле передвигаюсь и призываюсь в любом случае включать голову и думать просто про жизнь, про свою лично и про людей, которые находятся на дороге. Это в первую очередь. А уже остальное потом. Во-первых, участие в этой акции еще раз показывает ту важность и необходимость того, чтобы привлечь внимание людей, во-первых, к этой большой проблеме гибели на дорогах. Именно пешеходов, не водителей, а именно пешеходов, которые гибнут просто переходя дорогу. И этим самым мы хотели, чтобы привлечь внимание людей, чтобы больше людей обращалось, были внимательны к дорогам. И, в свою очередь, так как все погибли под колесами автомобиля, то есть мы таким образом выражаем соболезнования всем семьям погибших и показываем, что мы тоже за то, чтобы в будущем все было хорошо и прекрасно на наших дорогах. В этот день во многих храмах мира священнослужители совершили заупокойное богослужение. В памяти о жертвах ДТП в гарнизонном Свято-Николаевском храме настоятель Николай отслужил панихиду, на которой присутствовали семьи погибших. Именно в такие секунды наступает осознание того, насколько человек не застрахован от того, что с ним может произойти даже в ближайшее время. Люди задумываются о жизни, о том, что она может закончиться в один миг, если пренебрегать безопасностью. Отец Николай отмечает, что важно в этом случае молиться не только за тех, кто уже ушел из жизни по причине ДТП, но и за тех, кто в эти минуты перемещается по улицам, едет в общественном транспорте или личном автомобиле. Жизнь – это дар Божий, не просто дар Божий, а священный дар Божий, который человек должен беречь однозначно. А как его беречь? Господь, когда создал человека, написал ему инструкцию жизни, создал ему заповеди, правила, вот живи по них и будешь долго жить. И когда у нас наука, техника развиваются, тоже пишутся правила. Это правила жизни пишутся. Они на дорогах правила жизни, иногда говорят, что не написаны кровью этих людей. Поэтому надо относиться к этому как дару Божьему нашей жизни и ее беречь. По уже сложившейся традиции в этот день священнослужители освещают наиболее опасные перекрестки. В 2013 году в госавтоинспекции выбор пал на пересечении Варшавского шоссе и улицы Махновича, а также 28 июля и Октябрьской революции. Кроме того, в памяти о жертвах дорожно-транспортных происшествий, погибших на территории города над Буком, участники автопробега выпустили в небо белые шары. В госавтоинспекции надеются, что эти меры помогут предотвратить количество ДТП с летальным исходом. А подобные акции заставят задуматься так называемых лихачей и тех, кто пренебрегает правилами дорожного движения о том, к чему могут привести подобные нарушения. В очередной раз госавтоинспекция проводит Всемирный день памяти жертв ДТП. В этот день мы призываем всех участников дорожного движения вспомнить о погибших, о раненых в дорожно-транспортном происшествии и присоединиться к проведению данного мероприятия. Очень приятно, что каждый год все больше и больше присоединяется, особенно молодежи, к проведению данного дня. За 10 месяцев текущего года на дорогах в Беларуси зарегистрировано более 3,5 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых практически каждый шестой погиб. Подобными акциями госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными на дороге, а также соблюдать правила дорожного движения. Ведь дома вас очень ждут здоровыми и невредимыми.